Десятое октября. Царско-сельская премия. Мы с тобой поедем в Пушкин. А ты знаешь, что у меня тоже есть дела? Ты догадываешься о том, что у меня тоже есть дела? Актёр Иван Краско снова разводится спустя всего три года брака. Почему и куда он решил уйти от жены, которая на 60 лет младше? Неравный брак не редкость в шоу-бизнесе. Зачем Прохору Шаляпину нужен был роман с Ларисой Копенкиной? Есть ли место любви в неравном браке? Или такие истории всего лишь пиар и способ сколотить себе состояние? Всегда ли неравный брак обречён на провал? Или есть исключения в таких отношениях? Так может, и правда любви все возрасты покорны? Самые откровенные истории смотрите прямо сейчас. 19 октября Иван Краско получит очередной сертификат о разводе. Его четвёртый брак с молодой женой продлился ровно три года. А ещё в 2015-м на свадьбе Ивана Ивановича и Натальи гулял весь Питер. И, кажется, полсотни репортеров федеральных СМИ. Их всех волновал только один вопрос. Что же у них общего? Теперь актуально совсем другая. Была ли тут любовь? Была влюблённость и прочее. Но когда я сказал, что хочу ребёнка, девочку хочу, то Наталья категорически, причём так для меня неожиданно, сказала, что я не буду заводить ребёнка. Вот тут бы и начать винить во всём возраст. Но актёр говорит, все проблемы родом из Наташиного детства. У супруга-артиста оно и вправду было несказочным. До пяти лет она росла в детдоме. После уже в приёмной семье маленькую Наташу воспитывали в строгости. Она чувствует просто какую-то невероятную ответственность, что он будет не обеспечен. Ну, имеется в виду и мой возраст, ведь рано или поздно придётся распрощаться с этим миром. Важно ещё вырастить. И цикл по воспитанию ребёнка, он вообще-то заканчивается в лет 25, когда уже ваш ребёнок может зарабатывать деньги, состоялся в профессии. И лучше, если уж хочется потешить самолюбие и порадовать себя, то, предположим, наверное, 80 лет лучше всё-таки завести котёнка. Увы, ни ребёнка, ни котёнка не получилось. Хотя саму Наталью совсем не смущало, что её супруга уже 87. Когда нет гарантий физиологических, ситуацию смогли бы спасти финансовые. Если я полюблю человека, мужчину, от которого захочу такую же маленькую точную копию, и я буду понимать, что этот ребёнок будет обеспечен, тогда да, пожалуйста. За три года брака актёр пытался быть для Натальи не только хорошим мужем и педагогом, но и воспитателем. Ведь разницу в возрасте в 60 лет всё равно не спрячешь. Есть различия между нашими поколениями, это неизбежно. Вот, и я называл её и подруг её там, и сверстников скороспелками. Вы все как-то торопитесь жить. Ну, как и жить, торопиться, и чувствовать, спешить. Это ненормально. Истинную причину сложно выявить, но, как правило, это либо роли какие-то определённые, когда мужчина в роли отца, а женщина в роли дочери. Иногда в процессе семейной системы, в процессе жизни роли меняются. И взрослый мужчина оказывается как маленький мальчик, а юная девушка как мама. Ну, многие молодые за мной бегали и бегают до сих пор. Но я смотрю на них и думаю, ну, чему я у тебя могу научиться? Ну, чему? О чём мне с тобой разговаривать? Ну, да, мы поговорим с тобой вот так вот, там, кто кого там что-то, там, сколько пачка мальбора стоит, стоило там. Ну, о чём дальше мне с тобой разговаривать? У нас с тобой разные вообще представления об этой жизни. Роль училки или матери для своего мужчины мне не подходит. А кого-то роль училки или матери вполне устраивает. Например, Ларису Копенкину, бывшую жену Прохора Шаляпина. А всё ли в этом союзе было пиаром? Это действительно у нас какая-то связь. Мы до сих пор поддерживаем отношения. Их брак самый громкий, эффективный мезальянс современного российского шоу-бизнеса. Этот союз, по признанию певца, должен был принести им контракт на 10 миллионов долларов. Контракт был, но он появился позже. Этот контракт появился, когда мы уже с Копенкина сошлись, когда мы уже были звёздами на всю страну. Мы поехали в Турцию и действительно заключили контракт с компанией на рекламу этого объекта. Мы должны были получить 1% от продаж этого объекта, а продажи около миллиарда долларов. Однажды Прохор уже заявил на всю страну, что вся эта история была не более чем саморекламой. Но, как говорится, в каждой шутке есть только доля шутки. Чём только не признаешься, чтобы как-то спасти свою шкуру. Но понятно, что всё, что на экране, это пиар. Если человек снимается в кадре, это пиар. Любит он, ненавидит, ругается с кем-то. Или ещё, это в любом случае, его показывают в телевизор, это уже пиар. Сказать, что с Копенкиной всё было пиар, это не так. Но мы всё равно поддерживаем отношения. У нас очень хорошие отношения, мне с ней комфортно. Я с удовольствием поеду с ней отдыхать куда-то. Страсти бурлят, кипят, накаляются. Ларочку уложу в специальные бульбушки, потому что животик нужно сбить. Шутки шутками, но самые разные мужчины, даже президенты, влюбляются в женщин, которые годятся им в старшие сёстры, а то и в мамы. Вопрос, зачем зрелым женщинам выбирать себе в спутнике юнсов? Более старший партнёр, как правило, молодится за счёт молодого. Но порой в глубине души эта такая самопсихотерапия не всегда работает. И, конечно, очень часто эти люди ловят взгляды, иногда даже сочувствующие. Но в тех случаях, если люди искренне восхищаются, не видят недостатков физических, возрастных, и любят душу друг друга, то в этом случае, да, эти союзы могут быть и замечательными. Президент Франции Эммануэль Макрон, пожалуй, самый известный пример. В 2007 году женился на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Траньё, которая старше его на 24 года и в которую он влюбился ещё в школе. Своих детей президент не имеет, а у Брижит их трое от прежнего брака и семь внуков. Кто-то считает, что партнёры должны быть одного возраста. Для кого-то разница в 4-5 лет уже говорит о том, что это неравный брак. Если говорить об общественном мнении, я думаю, что неравный брак – это брак, в котором присутствует разница в возрасте больше 10 лет. Но никто не станет отрицать, что семьи формируются по разным причинам, и многие из них могут быть недостаточно убедительными для социума. Старшая по возрасту в своей семье и певица Жасмин. Залог успеха их крепкого союза – её женская мудрость. Всё просто. Не надо даже пытаться изменить своего мужчину, советует Жасмин. Ой, мне кажется, перевоспитывать мужчину – это гиблое дело, на мой взгляд. Ну, вряд ли они будут поддаваться. По всему мировоззрению и отношению к жизни я вот та самая девчонка, которая и была. А вот он действительно вот такой у нас мудрец, старший и такая вот, знаете, голова-компьютер. Раз, два, три, четыре. Пять. Ну что ты уже... Свои едва за 30 Илон может смело записать на свой счёт десятки бизнес-проектов, собственный футбольный клуб, выигранные выборы на пост главы города Аргеев и срок – 7,5 лет в колонии. Его обвиняют в финансовых махинациях на астрономическую сумму – 1 миллиард долларов. Пока судебные разбирательства не закончены. Но любящая Жасмин в любом случае всё поймёт и простит. Он... Ну, слышали о том, что он рано потерял своего папу. И, конечно, в 18 лет не каждому дано взять такой вот бизнес папы, который у него был и остался, и взять его в руки, и не то что приумножить этот его бизнес, а оно ещё и добавить, и приумножить, и чтобы всё это вдвойне раскрывалось. С одной стороны, может быть, где-то и плохо, вот, потому что он молодой ещё и должен как-то себя, ну, по-другому вроде бы вести в этом возрасте. Незаметно время пробежало, его понять мы не успели. А вот главный секрет крепкой, неугасающей любви, по признанию самой певицы, таится совсем не в разнице в возрасте, а в расстоянии. Она живёт в Москве, он – в Кишинёве. То, что обычно становится камнем преткновения в отношениях, в случае Илона и Жасмин, ещё сильнее подогревает взаимный интерес. Из-за того, что мы живём в разных странах, мы каждый раз, как вновь встречаемся, только вот как будто познакомились в конкретно букетный период, и нет какой-то, вот, знаете, ежедневной такой бытовухи, где ты привыкаешь и понимаешь, вот, ну, вот она сидит, ну, чё, обычная, моя вроде. Может ли вообще неравный брак длиться долго и счастливо, с совместным бытом, с общими проблемами и общими детьми? 2015 год. Семейная идиллия. Иван Краско, его 24-летняя жена и его внук, практически ровесник Натальи. Сценарий их любовной истории не так уж и нов. Он педагог, она его студентка. Они познакомились, когда ей было всего 19, а ему 79. На двоих четыре развода. Он не уставал повторять, что своими стихами и чтением она сразила его на повал. Спустя пять лет ухаживаний Наталья согласилась выйти за актёра замуж. Но всё не задалось с самого начала. То подозрения в изменах, то видео с любовниками, то новая претендентка на сердце Краско, 27-летняя Юлия Кичемасова. И разбирается с этим парой не за закрытыми дверями, а перед камерами ток-шоу. Может быть, все эти истории просто средство заработка? Есть ли вообще место любви в неравном браке? Я Прохор Шаля не советую, если вы молодой парень, связывать свою жизнь с женщиной, которая старше вас более чем на 7 лет. Даже странно, что Прохор не советует. Ведь он лучше всех на российской эстраде знает, что неравный брак – это самый быстрый способ получить инфоповод. Но правда, он не всегда играет артистам на руку. И когда зашла ситуация в тупик с Копенкиной, меня стали считать абсолютным альфонсом, перестали уважать. И даже пошатнулась моя концертная деятельность. Ну, естественно, там, мужская часть всегда завидовала моей молодости, красоте, и тому, что я улыбаюсь цвету и пахну. Возрастные женщины в основном, может быть, это какая-то недосягаемость, что они никогда не смогут быть со мной охочиться. По проторенной Прохором дорожке пошел и другой шоумен – Гоген Солнцев. В апреле этого года он женился на 63-летней Екатерине Терешкович. И с тех пор не перестает делиться подробностями их совместной жизни, в том числе и интимной. Катюша, помаши ручкой нам. Катенька, ой, прелесть наша. Уважаю Солнцева. Я считаю, что это яркий очень такой фрик-артист. Он прям пошагово копирует все то, что было у меня. Сценарий с его этой дамой, он недолгий. То есть это полтора-два года. А дальше что, мы не знаем. Откуда вообще взялась эта мода – пиариться на неравных браках? Давайте вспомним, кто из зрелых мужчин больше всех преуспел в амурных делах с молодыми девушками. Да еще и не с простыми, а с самыми красивыми в Америке. Ну, конечно, это Хью Хефнер. У него, по его собственному признанию, таких девушек было больше тысячи. Большая часть моей взрослой жизни была похожа на подростковую мечту о взрослой жизни. Если в детстве вы мечтали об идеальном будущем, то я воплотил эту мечту в жизнь. О возрасте говорят только те, кто не знает нас и мыслит стереотипами. Хефнер точно знал, о чем говорил. Ведь он был женат трижды и только один раз первый на ровеснице. Второй брак Хефа был с моделью младше него на 36 лет. Третий тоже с моделью младше на 60 лет. Хефу последний брак дал лишний повод поговорить о себе. Вопреки всем ожиданиям общественности, после смерти плейбой не оставил своей 25-летней жене Кристал ничего, кроме фамилии. Впрочем, иногда неравный брак приносит не только повод попиариться, но и громко поскандалить. Так и певица Жасмин в неравном браке не впервые. Первый раз она вышла замуж в 19 лет за бизнесмена Вячеслава Семендуева, который был старше нее на 17 лет. Брак просуществовал 10 лет и с грохотом развалился, потому что супруг жестоко избивал певицу. Кажется, надо заранее как-то это все видеть, кого ты выбираешь. Я поэтому и сказала, если женщина влюблена и не видит за всей этой красивой картинкой любви истинного человека, ну, значит, она сама недостаточно была готова к таким отношениям. Все это, все только от комплексов, от того, что не чувствуют себя, не знают, как двигаться дальше, потому что женщина может все. Да, неравный брак – это всегда брак с препятствиями, косые взгляды, сплетни, разговоры за спиной. Но неужели история не знает ни одного счастливого примера неравного брака, такого, в котором были бы и дети, и совместный быт, и, в конце концов, любовь? Сегодня Марина Зудина – известная актриса с десятками ролей в лучших российских театрах, фильмах и сериалах. Еще будучи десятиклассницей, прочитала интервью Олега Павловича Табакова и твердо решила стать его студенткой. Кто бы мог представить, что однажды она станет его женой, и что двое ее детей будут носить фамилию Табакова? Мне поставили две пятерки, и оставалось только аттестат принести из школы. Это действительно вот из самых, наверное, счастливых дней в моей жизни, собственно, это день, который определил всю дальнейшую мою судьбу. Разница в возрасте супругов – 30 лет. На момент их первой встречи Марина была 16-летней абитуриенткой ГИТИСа, а Олег Павлович – уже знаменитым актером, режиссером и педагогом. С женатым и с двумя детьми. По большому счету все равно он мой учитель, конечно. Он для всех для нас учитель с большой буквы. Потому что если учишь, что большую часть своей жизни я все-таки была рядом с ним, то он, конечно, во многом сформировал мои взгляды. Это такая огромная планета, на которой я живу. Марина действительно ничего не требовала, ведь ее секретный роман длился без малого 10 лет. До тех пор, пока режиссер не решил уйти из семьи. Впрочем, о секретном романе знали, пожалуй, все, включая первую жену Табакова. Понятно, почему на мне женились. Я многого не просила и не требовала. И Олег Павлович и Марина могли бы продолжить строить жизнь раздельно. А, впрочем, они и пытались это делать. Но, видимо, есть в этом мире что-то большее, чем просто здравый смысл. Во-первых, я люблю ее. А во-вторых, иногда мне кажется, что и она любит меня. У меня было очень много поклонников. Мне писали, встречались. И люди состоятельные, и люди, которые состоялись не только в профессии, но там, не знаю, материально состоялись. То есть много соблазнов разных было. И, поверьте, просто выгодно устроить вот такую жизнь свою я бы могла. Но, может быть, Олег Павлович это всегда знал. Он понимал, что меня держит только что-то настоящее. Кто знает, может, что-то настоящее и связывала Ивана Краско с Натальей Шевель. На кольцах пары – гравировка из речения царя Соломона. Все проходит. Прошла и любовь актера к его супруге. Краско все-таки решил вернуться к своей третьей жене. Тоже Наталья – матери двух его сыновей – Ивана и Федора. К слову, она, младше Ивана Ивановича, на 47 лет. Может быть, моя и должна была быть задача того, чтобы он вдруг, или там Наталья Николаевна, посмотрев на то, что Иван Иванович на расхват, вдруг решила вернуть его там или еще что-нибудь. Может быть, я должна была прийти для того, чтобы тот брак восстановился снова. Одна Наталья хорошо, а две Натальи еще лучше. О своих собственных планах на будущее пока еще действующая жена Краско особо не распространяется. Говорит, что хочет переехать в Израиль, а о личной жизни не загадывает вовсе. Мой возраст, наверное, подходит к тому, что мой организм скоро начнет требовать ребенка. Ну, как нормальная женщина. Вот Иван Иванович – это мой второй брак, не считая гражданского. По сути, третий. Эквивалент возраста от 28 до 85. Первому было 28, второму – 40, третьему – 85. Вы думаете, хоть какая-то разница была в этом? Если ему будет 25 лет, значит, это будет 25 лет. А может, и правда любви все возрасты покорные. Такие чувства ведь не скроешь. Да, я люблю его. Ну, естественно, не вот этой вот любовью, которая там приезжает меня где-нибудь в углу. А я люблю его как человека, как… Он родной мне человек. Но, кажется, такая любовь Ивану Ивановичу не нужна. Устал актер от всей этой шумихи и хочет обратно к другой Наталье, что постарше, да помудрее. Но она, к слову, не единственная, кто готов принять актера в свои объятия. Есть еще как минимум одна молодая, красивая и готовая родить краску ребенка – 27-летняя массажистка Юлия Кичемасова. Посмотрим, вдруг и этого актеру окажется мало.